мы проснулись ветер был сильный ночью но этот самый сейчас даже чуть чуть меньше для начала пойдем я попробую может насобираю как-нибудь михижонесов а уж потом только будем смотреть насчет рыбалки потому что глянем сначала как там океан можно там вообще удочку закинуть или нет раньше на таких домиках стояли здесь плиты что у нас такой дом и такая палатка это комедор как мы ее назвали то есть столовка наша она смотрите тут у нас продукты стоят и матрас и сиднем захочется отдохнуть и в нем открывается три такие шторы еще там сетка против комаров вот такая но сейчас закрыта хотел рассказать про другое раньше там еще газовые плиты были спереди сейчас он там ремонтирует эти домики скал газовую плиту я море тут на этом участке оставлю этот участок это соседний поставили машину тут сейчас никого нет но их как он нам придумал газовую плиту вот так это я уже прикрыл чтобы ветром не сдувало и баллон такой установил и какую-то новую вообще плитку нам прицепил я смотрел открывал верно не еще никогда вообще не готовили вот эти пользуйтесь газовой плитой я вам чтобы говорить мангал свой не портили чтобы на этом можно было готовить мяско там все дров полно они за деревья подрезали я так понял и получилась куча куча дров они все которые трухлявые там подрезали это я вчера дотронулся она упала так что мне тоже вот на дрова перепустим этот кусок и они сваливают старые деревья и обрезают тоже что бросила вот такой стиля чтобы его чтобы обрезаны потом они выпускают и они были небольшие не завалили нам ничего в кампине вот потому так стало немножко посетение но все равно смотрите участок вот такой получается вот это вот это вот это вот это вот это и вот туда вот это все наш как бы такой участок который мы можем отдохнуть по минимуму одна удочка одна подставка я беру всегда две удочки две подставки но никогда не ловлю на 2 это так запас возьму одну сеточку такую круглую потом там покажу который попробую поймать в волнах маленькую рыбку и так три грузка вот таких морских надо иметь такого стиля типа одной удочки можно всегда оборвать запасную линию то есть три три снасти донных обязательно нитку такую купите себе к это чтобы обвязывать до крючка наживку вот такие вот грузки можно с этими штучками можно без этих штучек это уже не столь важно штучки вот эти но они должны зацепляться с такими зацепами и лежать в нем магазине есть это линия 11 метров леска 11 метров который начинается 035 размером 035 и заканчивается 070 это всегда у нас на конце обычной лески тонкой мы применяем всегда для рыбалки в океане вы не поверите но тонкую леску здесь красная леска лежит это 03 а потом потом в конце цепляется вот такой переходник от 035 до 07 то есть при забросе я вы держите пальцем 07 при подтягивании рыбы когда я остается 10 11 метров вы уже начинаете переходить на толстую леску когда она начинает нервничать но для того чтобы подальше забросить и волна не шатала вашу снасть надо иметь 0 3 которая вы до моря Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Ребята, вторая на уху. Эта рыба называется Бротоля. Смотрите. Видите, она такая скользкая, на ней нет чешуйки. Это на сандвич из пекареев, маленьких корнолитов, которых я поймал этим сачком. И рахушка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Ну что, пришли мы уже домой. Установили вот такой зонтик. Здесь птички есть на всякий случай. Пьем винцом. Какое покажи, Лен? Ну, мы взяли Вьянчик. Вьянчик такой. Вьянчик это, кстати, тренер Марадони, да? Потом Бодегу открыл. Или не тренер, а продюсер. Как он называется? Который его побегает? Его продюсер. Не знаю. Это ты знаешь, Лена. По пруднице Барадони было. Ну, который, представите, скажем так. Потом открыл Бодегу свою, то есть не пускай от Нина, погрел яйца. Так, салатики. Дальше я жарю рыбку. Я жарю без муки, просто так. На вот такой советской сковородке, за 3 рубля нам которую подарили. Кстати, хорошая сковородка, она железная, знаете, такая. У многих есть дома, я думаю. И здесь у меня картошечка, пюрешка. Нет, она железная. Это не чугунка. Железная. Так что мы вот так вот устроились. Ага. Рыбакам, которые живут в кампинах, обязательно, обязательно, после каждой рыбалки вы моете все полностью снасти. Все. Ножики, катушки, вот вплоть до того, что грузки, смотрите, линии, тренога, которая стояла на песке. Вы все-все моете обычной водой пресной. Потому что от этого, если вы не помоете, через 2-3 дня, в особенности вашу катушку попал этот самый, ну, песок или попал морская вода океанская, оно все у вас поржавеет. Потому не стесняйтесь, даже если оно просто в песке было. Запомните, песок тоже, ведь, ну, как бы приливы и отливы, он тоже соленый. Все перемываем каждый раз. Это закон. Иначе вы выкиньте столько катушек, столько я в свое время повыкидывал, начиная, говорят, рыбачить на океане. А так у нас, в общем, прикольно пока. Пока все хорошо. Сегодня видел. Здесь птицы настолько обнаглевшие. Сейчас расскажу вам историю. Иду, смотрю, собака кампинговская идет, сзади бежит птица. За ней обычная птица с дерева. Спрыгнула, подбегает, пробежится, потом сядет, его в попу клюнет. Он обернется, хочет ее смахнуть, она снова на дерево, потом снова она побежит за ним, его в попу клюнет. А они тут ни собак не боятся, ни то, что там людей или что. Смотрите, какой прекрасный кампинг. До океана я вам показывал, тут 100 метров. На моих старых видео про этот кампинг есть куча уже конкретики. А пока просто. Сейчас до сезона еще осталось пару недель, но люди приезжают со своими вот вагончиками. Еще через пару дней он мне покажет дормисы, которые он начинает строить капитальные. Вон там капитальные сооружения будут. Плюс такие вагончики, которые можно снять. И еще люди, которые, ну в общем так, тут еще он и хранит вагончики. То есть вот эти вот домики на колесах. Многие покупают, они живут в городе, они покупают, здесь оставляют, платят немножко за хранение. Круглый год, а потом уже вытаскивают на участке, когда приезжают. И это их место хранения. И проводят свой отпуск. Мы тоже проводим свой отпуск. Мы сняли вот такой вагончик. Я уже показывал такие вагончики. Вот наша палаточка с этой стороны. И вот этот наш такой участок. Света готовит, читает новости. Смотрите, какая красота. Так мы проведем своих 9 дней отпуска. Потом как набегут пионеры, отдыхающие, гуляющие. И тут будет уже, ну как бы это, все забито. Скауты, бойскауты. Тут называется, ну это пионеры. Такие пионеры. А сейчас еще пусто, хорошо, уже тепло. Но если есть возможность ехать в такой период, то мы предпочитаем такой. Вон тоже. Такой же домик. Смотрите, вот такие участки. Вот, 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 типа заезжая человек. Вот, вот такое все разгорожное. Вот это типа предназначено для одной семьи. Смотрите. Раз, раз. Они поставили и ехали куда-то. Все, пойдем рыбку кушать. Сейчас плюс рюбку до ин gerейского зуба. Он переходит с г planningами. И могу дать ее специ� inspectores. communicам кушать. Веду ком??